Ярославская область, трасса М8, кадры с авторегистратора. Школьный автобус с детьми сталкивается с полуприцепом, груженным бревнами. По каким-то причинам он отделился от лесовоза. Водитель автобуса, уходя от столкновения, задевает покасательный прицеп. Автомобиль от удара летит в кювет и опрокидывается на бок. Первым из очевидцев, кто подбежал к месту происшествия, оказался пермский спасатель Алексей Дударев. В этот день он на личной машине двигался тем же маршрутом. Изданию КП Пермь Пермяк рассказал подробности. Только подошел, один из тренеров вылез из люка на крыше микроавтобуса. Мы вместе с ним начали вытаскивать ребят наружу. Я их осматривал. Дети были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому обошлось минимальными травмами, ссадины, ушибы. На улице было холодно, я их отправил в находившееся поблизости здание заправки, чтобы они вдобавок к стрессу не получили еще и переохлаждение. Последним из перевернувшегося микроавтобуса достали водителя. У него были сломаны рука и ребра. Алексей Дударев также пояснил, что пока ждал скорую, он посадил пострадавшего водителя в свой автомобиль, чтобы в тепле контролировать его состояние. Медики приехали, осмотрели всех участников ДТП. У пятерых детей выявили сотрясение мозга. Остальные отделались синяками и ушибами. В больнице остается сейчас только водитель. По факту аварии возбуждено уголовное дело. В связи с резонансом происшествий и большим количеством пострадавших детей, уголовное дело, возбужденное по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», передано для дальнейшего полного и всестороннего расследования в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации. Следователи проверят деятельность индивидуального предпринимателя, перевозившего детей, и соблюдение безопасности при перевозке. Евгений Гуляев, Телевизионная служба новостей.